Недостроенная наркология, снятая с ветеранов труда льгот и бездействия органов ЖКХ, очереди на землю для многодетных семей. На встречу с депутатом Государственной Думы жители Сарова пришли с самыми наболевшими вопросами. Александр Курдюмов всех внимательно выслушал и дал универсальный совет, как сделать, чтобы жалобы не остались лишь криком души, а принесли свои реальные плоды. Я просто вас прошу всегда жаловаться. Если у вас есть претензии, обязательно писать. Если вам не отвечают на ваше письмо в течение 30 дней, значит пишите мне. Мы тогда сами уже с этим будем разбираться. Договорились? А если что, можете прокуратуру написать на этого чиновника, что он не отвечает на ваше письмо. Это тоже все очень просто. Поэтому каждую жалобу народный избранник просил подкреплять письменным обращением, заполнить которое можно было прямо на встрече. Да и саму встречу Александр Курдюмов предпочел называть приемом граждан. Он подчеркнул, что приехал узнать о проблемах, с которыми сталкиваются саровчане и по возможности помочь с их решением. Всего из Сарова депутат увез более 50 обращений. Мы по любым письмам, обращениям подаем запрос. В первую очередь, конечно, мы должны понимать, что происходит, а потом уже будем смотреть, где есть нарушение закона в отношении граждан. По словам Александра Курдюмова, как показывает практика, из 10 обращений удается помочь по 6. Результат, конечно, не стопроцентный, но очень неплохой. Самое главное, по мнению народного избранника, не замалчивать свои проблемы. Те, кто готов отстаивать свои права, в результате останутся в выигрыше. Вот вы пришли, слава богу, вам повезло. Я сейчас направлю в отношении вас, и вам помогут, понимаете? А другие-то не ходят, другие-то сидят. Кто не ходит никуда, в отношении того ничего не решается, понимаете? Это был первый визит Александра Курдюмова в Саров в качестве депутата Государственной Думы. Но, как пообещал сам народный избранник, не последний. В планах посещать наш город раз в квартал. Если не будет, проблем со въездом. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Продолжение следует...